всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут катя я живу в южной корее пять с половиной лет и мой канал о моей жизни здесь и о корейской еде но в основном о корейской еде сегодня я бы хотела поговорить о видеоблогерах которые снимают про южную корею и рассказывают вернее говорят на камеру какую-то несусветную чушь бывает и заодно попробуем корейский рамен сейчас покажу не хочу шуметь сильно вот этот рамен это рамен пусть так пусть имен он короче соус роде насколько я знаю он не должен быть острый и он такой немножко сливочный не совсем сливочный но мягкий такой на вкус мне кажется что он все равно острый потому что вот именно вот этой серии этой фирмы вообще сам янг нет но именно вот где решена вот эта курочка всегда все острое и это мне кажется не исключением это можно готовить микроволновки я попробую сейчас приготовить быстренько и вернемся я надеюсь меня слышно потому что я прикрепила микрофон у меня нет другого кроме как айфоновских наушников я надеюсь не буду шуметь еще я собрала волосы чтобы удобно было употреблять драмем круче это вообще пахнет очень приятно сейчас покажу как он на вид вы только посмотрите какой он острый сосисок тут нет давайте сначала попробуем потом поговорим мне кажется не получится делать одновременно мне как-то предлагали снимать мукпанги то мне кажется получится ну по времени вообще надо же все как-то готовить приготавливать делать все красиво не просто надо бы как мне кажется очень хустро но пахнет приятно лапша такая мягкая с микроволновки вообще прям остренько очень остро давайте покажу вам чтобы вы не забыли как она выглядит простите но это очень остро не знаю смогу ли это съесть у меня там есть еще молоко я бы не хотела сейчас запивать молоко это вообще я не знаю как это блин не знаю как это едят еще я видела что это едят дети как они это едят конечно привыкшие но все равно здесь есть такие которые корейцы местные которые не едят острые поэтому ну это немножко такой спорный вопрос но все равно дети тут часто употребляют вот такие вещи это кушать можно блин я проглотила просто не смогла расшипать боже это такой короче у меня аж слезы пошли ну если честно мне нравится лапша она такая вкусная понятно все мне кажется достаточно если че я потом доем наверно может нет я короче молоко забыла приготовить так вот я бы хотел поговорить о блогерах которые снимают про южную корею иногда выдают такое но наверное даже не иногда очень часто вы наверное видели таких блогеров которые что-то там рассказывали и это было скорее всего похоже на сказку и на самом деле так оно и есть в основном то что многие пытаются как-то солгать или там соврать или я не знаю для просмотров наверное так вот недавно мне в комментариях написали то что одному человеку там часто попадались блогеры якобы снимающие про то что здесь медицина бесплатная и приемы все бесплатные вообще врачи все бесплатно но не знаю но это либо он так воспринял информацию тот кто написал комментарий либо действительно есть такой блогер блогерша которые такое рассказывают я не знаю блин где они это взяли или зачем они это делают все прекрасно понимают что медицина здесь в южной корее она дорогая платная и то что они говорят там если даже копейки какие-то платят за приемы то это все от того что мы платим страховку каждый месяц каждый месяц и обязательно даже если вы например в этот месяц не заплатили следующий месяц вы платите за будущий месяц и за тот месяц который вы не заплатили обязательно если вы не будете платить около трех месяцев там по моему накапливается дополнительные деньги которые вы должны переплатить также страховка она не дешевая она где-то если вы например не работаете вы платите сто сто десять долларов средних средняя цена сто десять долларов в месяц если вы одинокий человек а если у вас есть семейная страховка тоже государственная если например подписаны к своему мужу или наоборот там к жене а жена или муж работает то зависимости там сколько платит платят за страховку на работе это бывает даже и от семидесяти долларов по монда и достать чем-то тоже вот и местные корейцы и даже те которые здесь уже живут очень давно они платят еще дополнительную частную страховку которая покрывает не только там вот государственная страховка она не покрывает какие-то определенные виды медицинских услуг а вот частные например их покрывает и многие платят еще за это тоже там варьируется бывают от 50 долларов может быть даже меньше где-то я видела по-моему есть еще отдельно какая-то стоматологическая страховка короче за нее тоже платят вот в общем что я хотел сказать за это нужно платить и когда вы например приходите на прием у вас есть страховка да прием например стоит 30000 вон а вы за прием заплатите нам 5000 вон вот типа того и мне кажется с одной стороны конечно правда такова что те кто смотрит видео они воспринимают неправильную информацию но и часто я замечала людей которые ну вот именно блогеров которые про южную корею снимают они говорят тоже какой-то чушь либо они неправильно выражаются либо это они так воспринимают ту же информацию и пытаются ее выдать ну то есть не тоже пытается они и выдают и вот такая понимать происходит вещь я конечно не говорю что я там ну типа меня все прекрасно понимают или я возможно для кого-то говорю как-то не так окей но все мы у всех у нас есть общепринятые какие-то понятия и следуя им мы вот так и живем короче следуя им мы воспринимаем информацию и анализируем ее и короче запечатываем ее в своем мозгу и живем дальше так есть еще моменты по по моему я видела блогершу которая рассказывала то что здесь в южной корее дают детские тем кто вот недавно родил им дают детские там около 1000 долларов каждый месяц всем всем даже иностранцам и я помню даже в комментариях им писали что типа нет только женам южнокорейцев которые у местных корейцев у которых виза f6 да это свадебно они как-то называется брачная виза до брачная виза по не можно получить детские но если вы иностранец с f4 h2 и подобные еще там помню какая-то есть виза семейная f1 по ним вы не получите никакие выплаты вот у меня дочь проснулась поэтому я немножко сейчас быстро расскажу и закругляюсь короче в общем вы поняли про что я хотела сказать то что нужно немножко фильтровать самому информацию который ты получил и да и блогеров конечно нужно быть немножко как это сказать думать что говорить да вот что типа такого и я тоже вот недавно видео когда недавно это было три месяца назад снимала видео про то что корейцы едят острое я там прям так сказала почему корейцы едят так много острого и люди в комментариях пишут то что не все корейцы едят острое а я думаю да я и не говорила что все и вот в этом еще подвох такой то чтобы даже подвох вот люди вот как вернее что они хотят или лишь да ну что-то типа того что хотят то и слышат вот та ситуация про девушку которая писала что можно получить выплаты каждомесячные там в течение сколько там времени всем всем иностранцам и не иностранцам вот она у нее виза f6 виза виза жены допустим так скажем вот и она имеет право получать вот эти выплаты я понимаю еще она видео сняла чтобы набрать комментарии просмотры это ничего страшного она рассказала например факт о себе другие такие а можно получить иностранцам я бы еще поняла если бы она написала нет но она написала да и потом дальше продолжала говорит конечно всем 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 можно вот этим визом бла-бла-бла ей пишет нет ты не права и на те комментарии где пишут что она не права она просто не отвечает и тут видите как это говорится две стороны одной медали и так и сяк вот так происходит поэтому ну вот небольшое такое разглагольственное видео если такое слово допустим будет всем спасибо за просмотр за то что послушали мой монолог надеюсь на диалог то есть пишите комментарии спрашивайте вообще задавайте любые вопросы вас интересующиеся публин интересующиеся я настолько мало общаюсь с людьми что вообще забываю как правильно говорить короче вопросы которые вас интересуют пишите в комментариях я на них обязательно отвечу не стесняйтесь писать пишите все что вы думаете и всем пока увидимся в следующих видео желаю вам хороших выходных пока